Валар Моргулис, друзья! Представляю вам видео смерти во вселенной песне Льда и Огня. Часть пятая. Танец с драконами. Репейница-копеносица. Умерла от причиненных себе ран или была убита уперями. Превратилась в уперя. Варамир шестишкурый, колдун и оборотень. Умер, пытаясь переселиться в тело репейницы. После смерти переселился в тело волка Одноглазого, где его разум постепенно затухает. Храбрый щит. Безупречный. Убит сынами Гарпиев в борделе. Хазия. Дочь пастуха. Убитая и седина драконом Дрогоном. Кира. Девушка Теона Грейджоя. Пыталась вместе с ним убежать из Дредфорда. Однако Рамси снова догнал их и поймал. Кира он изнасиловал и освежевал. Клетус Айронвуд. Был среди тех, кто отправился с Квентином Мартеллом в Мейерин. Убит пиратами у берегов спорных земель. Уильям Уэллс. Был среди тех, кто отправился с Квентином Мартеллом в Мейерин. Убит пиратами у берегов спорных земель. Мейстер Кедри. Также был среди тех, кто отправился с Квентином Мартеллом в Мейерин. И убит пиратами у берегов спорных земель. Янос Слинт. Брат Ночного Дозора. Казнен лордом командующим Джоном Сноу за неподчинение. Гремучая Рубашка, он же Костяной Лорд, был казнен, сожжен и расстрелян лучниками под личиной Манса Налетчика. Сам Манс продолжил жизнь под личиной Гремучей Рубашки. Черный Кулак, Безупречный, застрелен из самострелов Сунами Гарпии. Кетерис, Безупречный, также застрелен из самострелов Сунами Гарпии. Мосандор, Безупречный, старший брат Мисандеи, убит камнем, сброшенным со стены Сунами Гарпии. Дуран, Безупречный, убит также как и Массандор, камнем, сброшенным со стены Сунами Гарпии. Элладан Златовласый, Безупречный, отравлен в винной лавке Сунами Гарпии. Верное Копье, Безупречный, также отравлен в винной лавке Сунами Гарпии. Рилона Ри, орфистка-вольноотпущенница, представительница бывших рабов в Совете Корлевы Дайнари Старгария, замученная и убита Сунами Гарпии. Клеон Великий, король Астапора, бывший мясник. Убит собственными солдатами после самоубийственного приказа наступать на врага. Клеон Второй, король Астапора, преемник Клеона Великого. Правил восемь дней. Бривший короля Брадобрей перерезал ему горло и объявил себя королем. Королева Шлюха, королева Астапора, любовница Клеона Великого. Объявила себя королевой после убийства Клеона Второго. Погибла в бою на улицах Астапора. Король Горлорез, король Астапора. Бывший Брадобрей, убийца Клеона Второго. Сдался юнкальцам. Был голым брошен в ямы с собаками и затравлен ими. Ральф Кеннинг, поставленный викторианом Грейджоем Кастильян Рва Кейтелин. Был ранен отравленной стрелой и умирал. Добит Теоном Грейджоем. Дагон Код, один из железнорожденных на рву Кейтелин. Адрак Хамбул убил его метательным топором. Адрак Хамбул, один из железнорожденных на рву Кейтелин. Однорукий, заживо освежован людьми Болтона. Хагген, один из людей Аши Грейджоем. Волчья стрела попала ему в живот. Квентон Грейджоем, один из людей Аши Грейджоем. Ему вогнали топор в череп во время отступления от Темнолесья. Ральф Карлик, один из людей Аши Грейджоем. Ему отрубили голову во время отступления от Темнолесья. Лорен Длинный Топор. Шестипалый Харл. Дейл Дремалка. Даган Грейджой. Эрл Харлоу. Люди Аши Грейджой, которые пали в бою во время отступления от Темнолесья. Оппо по прозвищу Грош. Карлик, брат Пенни. Его убили матросы из Семи Королевств, приняв за Тириона Ланнистера. Рейгар, Джаред и Саймон Фрей. Отправленные в Белую Гавань. Пропали без вести по дороге в Интерфелл. Возможно, убиты людьми Мандерли и поданы на свадебном Перу в Пироге. Волосатый Хелл. Черный Джек Бульвер. Игард Серое Перо. Разведчики Ночного Дозора. Убиты людьми Плакальщика. Лорд Харвуд Фелл. Один из лордов, присягнувших Сталин Субаратиону. Провалился под лед во время марша через замерзшее озеро. Был вытащен, но в ту же ночь умер в горячке. Желтый Дик. Один из людей Болтонов. Убит прачками. Роберт Блэквуд. Младший сын Лорда Титеса. Умер от кишечной болезни во время осады замка. Малый Уолдер Фрей. Один из внуков Лорда Уолдера Фрея. Был найден мертвым во дворе Винтерфелла. Возможно, убит своим вывертым братом Большим Уолдером. Лутон. Один из людей Болтонов. Во время драки между Фреями и Мандерли ему выпустили кишки. Рамси Болтон добил его копьем. Белка. Рябина. Ива. Миртл. Френья. Прачки, которые остались прикрывать отход во время побега Джейни Пуль. Были убиты стражниками. Рамси Сноу их освежевал. Холли. Прачка. Была сострелена стражниками во время побега Джейни Пуль. Брайан Фаринг. Оруженосец Танинса Баратиона. Умер от холода во время похода на Винтерфелл. Его тело сожгли на костре. Барсена Черноволосая. Женщина-гладиатор. Убита вепрем на арене. Юрхас Зо Юнзак. Главнокомандующий юнкайской армии. Затоптан своими собственными рабами, бегущими от дракона. Нянька. Надсмотрщик. Умер от кровавого поноса. Езан Зо Кагас. Один из юнкайских мудрых господ. Умер от кровавого поноса. Кром. Один из людей Аши Грейджой. Умер от ран, полученных при отступлении от темнолесья. Грулео. Адмирал без флота. Казнен юнкайцами. Его голова выслана назад в Мейерин. Харгаз. Прислужник в яме Дознака. Попытался атаковать дрогона с копьем в руках. Дракон откусил ему руку. Мейстер Кервин. Представленный Эуроном Вороньим Глазом к Викториону. По приказу Викториона ему перерезали горло и выбросили за борт. Кроз. Кроз. Гладиатор. Телохранитель Хиздара Зола Рака. Зарублен Бористаном Сэлми в поединке. Патрикс Королевской горы. Один из людей Королевы. Забит до смерти великаном Вунвуном. Квентин Мартел. Принт Дорнисский. Умер от ожогов. Молоно Йос Доп. Капитан Мейеринского отряда храбрых щитов. Умер от кровавого поноса. Мейстер Пицель. Убит Варисом и его пташками. Киван Ланнистер. Лорд Регент Семи Королевств. Убит Варисом и его пташками. И это была последняя 65-я смерть пятой части саги Песнь Льда и Огня в Танец с Драконами. Спасибо за просмотр. Валар Дахайрис, друзья.